Интерьер разработан дизайнером, а с воплощением задумки в жизнь помогали стройотряды. В Приморском комплексном центре социального обслуживания обновили комнату отдыха для проживающих. Над проектом «Дом возможностей» работала большая команда единомышленников, которые получили поддержку грантового конкурса губернаторского центра. Еще два месяца назад комната отдыха для проживающих Приморского КЦСО выглядела совсем иначе. Сейчас здесь уютный камин, удобные места для просмотра телевизора, чтения книг и многое другое. Интерьер разработан дизайнером, выполнен силами строительных отрядов. Все благодаря проекту «Дом возможностей», который стал победителем грантового конкурса губернаторского центра. Проект еще не реализовался, это первый этап проекта. Самый сложный, самый трудозаемкий, самый, наверное, энергозатратный, финансово затратный – это ремонт комнаты отдыха. Переоборудование из огромной комнаты отдыха, которая представляла из собой больше больничную палату, наверное. Вот такое вот красивое пространство, разделено на две зоны. Вторая часть большого проекта – это мероприятие по сохранению здоровья и профилактике заболеваний в преклонном возрасте. Например, оздоровительные танцы, занятия скандинавской ходьбой. Также будет организовано обучение декоративно-прикладному творчеству. Состоятся кулинарные и творческие мастер-классы. Новое помещение поможет с легкостью все это освоить, тем более свою восторженную оценку комнате отдыха проживающие уже дали. Все красиво со вкусом, вот именно все красиво. Мне очень нравится. Камин, это какой-то напоминает старину. Это, ну, в общем-то, очень замечательно. Мы не ожидали, что так изменится наше, это помещение. Объем грантового конкурса в этом году состоял 105 миллионов рублей. Поддержку губернаторского центра «Вместе мы сильнее» получило почти сотни проектов. И 2023 не предвещает сбавления темпов. В этом году больше шансов сделать проект успешным, потому что мы начинаем раньше. То есть по просьбам самих же некоммерческих организаций. Раньше старт приема заявок был в июне. В этом году прием заявок стартует с второй половины марта. Пока число, которое мы выбрали, это 20 марта, ну, там, плюс-минус, там, несколько дней это может измениться. Как отмечают в губернаторском центре, в следующем году в грантовом конкурсе будут важные изменения в лучшую сторону. Добавлено новое актуальное направление – помощь семьям военнослужащих и поднаправление по поддержке проектов, связанных с развитием аркетических территорий.